Ученые коллеги Ученые коллеги Ученые коллеги Ученые коллеги 6 ноября 2013 года под председательством профессора Ключникова рецензентами выступил Пасар Садаева и Катанова. 8 научных работ, всего в том числе 5 статей, ведущих рецензируемых в научных изданиях определенном ВАГ. Экзамены сданы все на отлично, являются коллективным специалистом и исследователем, обладают хорошей теоретической базой и практическими навыками. Если вопросов нет, то вам предоставляется 20 минут для изложения основных положений вашей диссертации. Пожалуйста. Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить результаты выполненной диссертационной работы на тему регионарно-мозговой кровотока и микроциркуляции пациентов с фибрилляцией предсердия в раннем послеоперационном периоде. В приложении контингентов больных с фибрилляцией предсердия, на долю которой приходится до третьей госпитализации по поводу нарушения ритма сердца, является актуальным изучением механизмов ее усложнений, среди которых наибольшую угрозу жизни и здоровью пациентов внесут церебровоскулярные расстройства, проявляемые в виде ишемического инсульта. Полагают, что в основном формированию церебровоскулярных расстройств при фибрилляции предсердия способствует кардиогенная тромбоэмболия на фоне формирующегося тромбоза в левом предсердии, в ушке левого предсердия. Однако часть случаев церебровоскулярных ишемических расстройств может быть связана и с гемодинамическими нарушениями, проявляемыми в виде ослабления дистальной скорости кровотока на фоне типичного для фибрилляции предсердия отклонения центральной гемодинамики, проявляемой в виде снижения насосной функции сердца. Кроме того, нельзя исключить тот факт, что риск у локального тромбообразования в сосудах головного мозга в терминальном уровне может и способствовать наличию пациентов эндотелиальной дисфункции. Таким образом, необходимость уточнения значимости факторов, которые могут привести к развитию церебровоскулярных ишемических осложнений при фибрилляции предсердий, не связанных с традиционной кардиотромбоэмболией, стала обоснованием для проведения нами собственного исследования. И цель нашего исследования была сформулирована следующим образом. Оценить состояние регионарного мозгового кровотока, системной микроциркуляции и вазорегулирующие функции эндотели для оптимизации подходов к диагностике и лечению диапатической фибрилляции предсердий. Задачи нашего исследования стали следующие. Охарактеризовать кровоток на регионарном уровне в среднем мозговой артерии и тканевом уровне в сосудах ногтевого валика у здоровых лиц и у пациентов с фибрилляцией предсердия до выполнения хирургического лечения. Изучить у пациентов с фибрилляцией предсердия влияние особенностей сердечного ритма, длительности заболевания и возраста на результаты мажиточной пробы в предоперационном периоде. Сопоставить влияние использованных вариантов хирургического лечения фибрилляции предсердия, таких как катетерная радиочастотная облация устьев легочных венг и кримодификация операции лабиринт-3 Палеонтон Чебакири на показатели кровотока в среднем мозговой артерии и сосудах ногтевого валика. И результаты мажиточной пробы при восстановлении правильного ритма. А также оценить зависимость показателей кровотока в среднем мозговой артерии, сосудах ногтевого валика и результатов мажиточной пробы у больных после восстановления правильного ритма от особенностей формы, длительности фибрилляции предсердия и возраста пациентов. Ну а также оптимизировать ультразвуковую методику выявления деталиальной дисфункции и патологии регионарного и местного кровообращения у больных с фибрилляцией предсердия. Материал исследования. Всего в наше исследование было включено 102 больных с идиопатической фибрилляцией предсердия, составивших основную группу, и 48 здоровых лиц, включенных в контрольную. Критериями включения в наше исследование явилось наличие пациентов идиопатической или первичной фибрилляции предсердия, проявляемой в виде пароксизмальной, персистирующей, длительно существующей персистирующей и постоянных форм. Важно сказать, что в наше исследование мы не включали пациентов с фракцией выброса левого желудочка менее 50%, а также с наличием сердечно-сосудистых или других иных заболеваний, способных не только вторично провоцировать присоединение фибрилляции предсердия, но и самостоятельно оказывать негативное влияние на функцию эндотелия. Ну и, конечно же, выполнявшиеся в прошлом интервенционные или хирургические вмешательства по поводу фибрилляции предсердия и иных нарушений ритма, а также любые другие операции на сердце. Для исходной клинико-лабораторной характеристики профильных больных нами был использован стандартный набор диагностических процедур, рекомендуемых Всероссийским научным обществом кардиологов и Всероссийским научным обществом ритмологов по поведению пациентов с фибрилляцией предсердий. Для решения задач диссертационного исследования нами было использовано на региональном уровне транскорниальное дуплексное сканирование средней мозговой артерии с оценкой кровотока в ней и высокочастотная электрозвуковая доплерография сосудов ногтевого валика. Для уточнения наличия или отсутствия эндотелиальной дисфункции у пациента с фибрилляцией предсердия нами была использована функциональная манжеточная проба с компрессией плечевой артерии. А также мы применяли дополнительные методы исследования для уточнения статуса пациентов, которые мы использовали по показаниям, среди которых преобладала коронарография. Транскорниальное дуплексное сканирование средней мозговой артерии. Для выполнения транскорниального дуплексного сканирования в нашей работе мы использовали аппарат компании General Electric Vivid 7 Dimension и аппарат IE33 Philips компании Philips Нидерланды. Исследования осуществляли стандартного транстемпорального доступа в режиме транскорнил-дуплер. Ультразвуковой луч ориентировали максимально параллельно току крови и оценивали спектр и гемодинамические параметры кровотока, такие как пиковую систолическую скорость кровотока, конечную диастолическую скорость кровотока, средний засердечный цикл скорости кровотока, а также индекс резистентности порцела и пульсационный индекс гослинга. Данный индекс отражает периферическое сопротивление в исследовании артерии, что в приложении к средней мозговой артерии зависит не только от вязкости крови и тонуса сосудистой стенки, но и от пяльно-капиллярной сосудистой сети внутри черепного давления. Технология высокочастотной ультразвуковой доплерографии позволяет мониторировать микроциркуляцию, проводя оценку состояния реактивности сосудов микроциркуляторного русла и вазомоторной функции эндотелия. В нашей работе для проведения высокочастотной ультразвуковой доплерографии мы использовали прибор Minimax Doppler-K компания SP Minimax, производство Россия, который позволяет регистрировать скорость кровотока, начиная от 0,01 см в секунду. Исследованием участками явилась область ногтевого валика среднего пальца правой кисти. Мы оценивали спектр, гемодинамические параметры, такие как пиковую скорость кровотока, конечную диастолическую скорость кровотока, среднюю линейную скорость кровотока, ну и пульсационный индекс, индекс Пурселла. Функциональная манжеточная проба с компрессией плечевой артерии, как полагают, характеризует состояние инозависимой вазодилатации. При проведении манжеточной пробы на плечо пациента мы накладывали манжеты манометра, которые нагнетали давление на 50 мм фортудного столба, превышающие его систолическое. Измеряли параметры кровотока исходно в конце периода компрессии, а также через 30 секунд, 1-2-3 минуты по скомпрессионному периоду. Считается, что максимальное повышение средней скорости кровотока при адекватной реакции должно быть на 20% больше исходного. Тогда же, когда прирост средней скорости кровотока менее 20% от исходного, характеризует ослабленную реакцию, после указывая на наличие эндотелиальной дисфункции. Для хирургического лечения пациентов основной группой было использовано кремодификации операции лабиринт-рибали Антоновича Бакирия у 56 больных и катетерная радиочастотная облация у стифлёгочных вен у 46 пациентов. При анализе результатов исследования параметров кровотока в среднем мозговой артерии и сосудах ногтевого валика у пациентов основной группы в пред- и послеоперационном периоде была учтена их зависимость от исходного характера сердечного ритма, таких как тахиформа, норма форма фибрилляции предсердия, либо синусовый ритм на фоне антиаритмической терапии. Также была учтена их зависимость от длительности существования аритмии, меньше или больше 5 лет, и возраста пациентов, младше или старше 50 лет. На первом этапе нашего исследования, проводившегося в предоперационном периоде, было установлено, что наличие у пациентов тахи в меньшей степени нормы формы фибрилляции предсердия, длительность существования заболевания в более 5 лет и возраста пациентов старше 50 лет оказывает существенное негативное влияние на показатели гемодинамики, но преимущественно в сосудах ногтевого валика. Статистически значимо это выражалось снижение конечной диастолической средней скорости кровотока на 10-40% и отклонение от нормативных значений пульсационного индекса Гослинга на 10-30%. В среднем мозговой артерии различия показателей основной и контрольной групп были недостоверны, что было бы условлено большим индивидуальным разбросом их значений. И именно это наблюдение позволило сформулировать первое положение, выносимое на защиту. Идиопатическая фибрилляция предсердия в большей степени провоцирует нарушение кровотока именно в микроциркулиторном русле, а не на уровне относительно крупных мозговых артерий. При выполнении манжеточной пробы в контрольной группе не было выявлено ни одного случая регистрации ослабленной реакции, тогда как пациентов основной группы негативный результат манжеточной пробы был зарегистрирован примерно у 40% пациентов. И при уточнении распределения случаев ослабленной реакции при проведении манжеточной пробы в подгруппе больных с фибрилляцией предсердия с разными проявлениями сердечного ритма было установлено, что их частота среди пациентов с синусом ритма была наименьшей, составила 20,3%. Тогда как в подгруппе с нормой формы фибрилляции предсердия частота ослабленной реакции увеличивалась уже до 50%, а в подгруппе стахи формы фибрилляции предсердия до 87%. Среди больных с длительностью фибрилляции предсердия меньше 5 лет доля лиц ослабленной реакции при проведении манжеточной пробы составила 25,4%, тогда как в подгруппе с длительностью заболевания больше 5 лет она возрастала до 66,7%. В контингенте пациентов младше 50 лет частота случаев ослабленной реакции при проведении манжеточной пробы не превышала 27,5%, в то время как среди больных с фибрилляцией предсердия старше 50 лет она достигала 50. Результаты выполненной манжеточной пробы у больных с фибрилляцией предсердия свидетельствуют о том, что наличие вместо синусового ритма тахиформы или в меньшей степени нормы формы фибрилляции предсердия длительности заболевания больше 5 лет и возраста старше 50 лет ассоциируются с достоверным увеличением риска ухудшения результатов манжеточной пробы. Проведённая на втором этапе нашего исследования оценка влияния использованных вариантов хирургического лечения фибрилляции предсердия на регионарную в среднемозговую артерию и тканевую в сосудах ногтевого валика гемодинамику позволяет отметить, что наблюдающийся нормализующий эффект катетерной радиочастотной облации, так же, как и при модификации операции «Лабиринт-3» Полиан-Антон Чебакери на показатели средней скорости кровотока, конечно, диастолической скорости кровотока и пульсационного индекса проявлялся практически в одинаковой степени, но при этом оказывался более значимым и достоверно выраженным именно на уровне сосудов микроциркуляторного русла. И вот, как можно видеть на демонстрируемом слайде, хирургическое лечение фибрилляции предсердия статистически значимо проявлялся только у тех больных, у которых была исходная тахия в меньшей степени норма формы фибрилляции предсердия. У пациентов же с исходным синусом вризмом на фоне антиаритмической терапии в предоперационном периоде показатели кровотока в сосудах ногтевого валика до и после хирургического лечения не отличались от нормативных значений, то есть они не имели достоверно подтверждаемой динамики. Также можно констатировать, что положительный эффект хирургического лечения на показатели кровотока достоверно проявлял себя лишь у лиц с длительностью существования аритмии меньше 5 лет и в возрасте моложе 50 лет. При анализе влияния применявшихся вариантов хирургического лечения на результаты манжеточной пробы в послеоперационном периоде было установлено, что использование как радиочастотной облации устьев легочных вен, так как ремодификация операции Лабиринт-3 уменьшала примерно в 2 раза частоту у пациентов с негативным результатом этого теста. И именно данные результаты позволили сформулировать второе положение, выносимое на защиту. Успешная коррекция фибрилляции предсердия способствует улучшению эндотелиальной функции по данным манжеточной пробы у половины пациентов. При анализе влияния на результаты манжеточной пробы характера исходного сердечного ритма было установлено, что частота лиц с негативным результатом этого теста в наибольшей степени уменьшалась подгруппе лиц, которые накануне операции имели тахи форму фибрилляции предсердий. В меньшей степени доля таких больных снижалась подгруппе пациентов с нормой формы фибрилляции предсердий и совсем не изменялась подгруппе лиц с исходным синусовым ритмом. При уточнении зависимости результатов манжеточной пробы от длительности фибрилляции предсердий было установлено, что более выраженное сокращение доли лиц с негативным результатом данной пробы в подгруппе с длительностью заболевания менее 5 лет. И аналогичная же оценка зависимости результатов манжеточной пробы от возраста оперируемых больных показала, что выполнено хирургическое вмешательство по поводу фибрилляции предсердий независимо от его варианта обеспечивало более выраженное сокращение доли лиц с негативным результатом этого теста подгруппе больных не старше 50 лет. И именно данные результаты позволили сформулировать третье положение, выносимое на защиту. В наибольшей степени корригирующий эффект хирургического лечения гипотической фибрилляции предсердия на показатели кровообращения и функцию эндотелия проявляется у пациентов моложе 50 лет с тахи формой фибрилляции предсердия и длительностью заболевания менее 5 лет. Однако заслуживает внимания тот факт, что в подгруппе с исходной тахи и нормой формы фибрилляции предсердия успешно выполнено хирургическое лечение, хотя и снижало долю лиц с ослабленной реакцией, однако не обеспечивало полного устранения случаев регистрации негативных результатов данного теста, которая оставалась на уровне примерно 30%. Также к этому необходимо добавить, чтобы в подгруппе больных с исходным синусовым ритмом успешно выполненное хирургическое лечение вообще не изменяло частоту лиц с ослабленной реакцией. Эти результаты указывают на то, что в части больных с фибрилляцией предсердия, имеющиеся нарушения процессов, но зависимые от регуляции тканевого кровотока, оказываются слишком далеко зашедшими, и даже восстановление правильного ритма в послеоперационном периоде не сопровождается адекватным восстановлением ауторегуляции тканевого кровотока, то есть не устраняется имеющаяся эндотелиальная дисфункция. И представленный на данном слайде материал является обоснованием для четвертого положения, выносимого на защиту. В 1,5 и 1,3 больных в раннем послеоперационном периоде сохраняются признаки эндотелиальной дисфункции в терминальном звене сосудистой системы по данным манжеточной пробы. Полученные нами результаты позволили сформулировать следующие выводы, которые легли в основу практических рекомендаций, которые я прошу вашего разрешения не зачитывать, поскольку они представлены в автореферате диссертации. И в заключение хотелось бы сказать, что проведенные нами работы и полученные результаты свидетельствуют о необходимости расширения подхода к диагностике пациентов с фибрилляцией предсердия для оптимизации существующей терапии и улучшения контроля над заболеванием. На этом разрешите закончить свое выступление. Благодарю за внимание. Спасибо большое за то, что вы вовремя четко уложились. Какие будут вопросы, диссертант, ученого ученого совета? Пожалуйста. Илья Ахмуратович. Остановитесь, пожалуйста. Все-таки вот эта группа была с расстройствами закономерности в проявлении этой расстройств микроцикуляции, да, все-таки эмболичный синдром обнаружен был среди больных обследованных класек по тем методикам, которые вы использовали? И как это повлияло на тактику, может быть, и как изменился кровоток после операции? Вопрос понятен? Да, вопрос понятен. Спасибо большое. Пожалуйста, отвечайте за вопрос. В нашей работе основная была цель изучить, конечно же, механизмы гемодинамических и шимических нарушений при фибрилляции предсердия, не касаемо традиционной кардиотромбоэмболии, которые, в принципе, механизмы широко известны. Среди наших пациентов в анамнезе у 7 человек были перенесены транзиторные и шимические атаки, что наверняка было связано с тромбозом на уровне левого предсердия или ушка левого предсердия. Однако при проведении исследований на предоперационном периоде через пищеводную кардиографию нами не было зарегистрировано наличие тромботических образований ни в предсердии, ни в ушке левого предсердия. Скорее всего, это в анамнезе у тех лиц, у которых длительно существующая фибрилляция предсердий, из-за этого были перенесены транзиторные и шимические атаки. У наших же пациентов, которые включены или в основную группу, такого зарегистрирования не было. Вы знаете, у меня есть несколько вопросов коротких, проводили ли вы МРТ-исследование головного мозга у этих пациентов, потому что для меня это большое интересное представляет. Насколько я понимаю, вы изучали микроциркуляцию в этом аспекте первые в мире, да, если я правильно понял? Да, но это не вопрос, это так просто комплимент ваш адрес. Вот, МРТ ли было? И мне очень интересуют формы аритмии, которые были у пациентов, которые шли на катетерную процедуру и на хирургическое лечение. Пароксизмальные ли были, персистирующие или длительно существующие, персистирующие, что имеет большое значение. Если можно, да, попытайтесь ответить на эти вопросы. Спасибо большое, Миран Штавич, за вопрос. В нашем исследовании мы не включали в методы обследования магнитно-резонансной томографии головного мозга. Большое спасибо за замечание. Думаю, что это будет учтено в дальнейшей работе, поскольку благодаря включению дополнительных методов это может расширить ценность данного исследования и, как сказать, увидеть нарушение микроциркуляции и вазомоторных функций эндотеля на разных уровнях и подтвердить это разными методиками. Также, может быть, стоит подключить перфузионные методики, аффекты или ПТ-ПТ. А вот формы аритмии какие были при процедуре? У наших пациентов были формы пароксизмальной, персистирующей, длительно существующей, персистирующей, постоянной формы. Конечно же, у пациентов, которые шли на процедуру радиочастотной аблации, преобладала пароксизмальная форма фибрилляции предсердия и персистирующая форма фибрилляции предсердия. У пациентов, которые подверглись процедуре при модификации операции лабиринт-3, Палеонтонович Бакерия, преобладали пациенты, длительно существующей, персистирующей, постоянной формы. У нас достаточно жесткие были критерии к отбору профильных больных, то есть мы не брали пациентов с исходно сниженной фракцией, мы не брали пациентов с нарушениями клапанного аппарата сердца, поскольку нарушения внутрисердечной гемодинамики оказывают значительную роль на периферический, на дистальный кровоток. Поэтому мы старались брать, так скажем, с охранным сердцем, чтобы изолированно посмотреть влияние фибрилляции предсердия на кровоток, поскольку в других работах, которые проводились в нашей стране и в мире, не было очень много этих жестких критерий для обора профильных больных, и брались пациенты с нарушениями ритма вместе с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, которые сами по себе могут оказывать негативное влияние на перцикуляцию. Спасибо, я удовлетворен вашими ответами. У кого еще есть вопросы? Да, Ринат Муратович, заинтересовался. У нас пациенты, которые подверглись процедуре радиочастотной аблации в количестве 46 пациентов, было восстановление синусового ритма сразу же на операционном столе. Пациенты, которые подверглись процедуре к ремодификации операции лабиринт-3, Палеонтонович Бакерия, их было 56 у нас, правильный ритм, правильный, имею в виду, предсердный или синусовый ритм, был восстановлен у 41 пациента. То есть у 15 человек в послеоперационном периоде был восстановлен ритм узловой, и что потребовалось имплантации электрокардиостимулятора. В связи с этим они были исключены из исследования, чтобы не, как скажем… Ну там другая гемодинамика. Ну да, там начинается другая гемодинамика. Довлетворено. Какие еще вопросы не у членов ученого совета, у присутствующих, может быть? Прошу вас, представьтесь. Непростой вопрос. Ну вообще непосредственными причинами и факторами, способствующими формированию эндотелиальной дисфункции при фибрилляции предсердий, становится сопровождающим эту патологию гемодинамические нарушения. И разные авторы полагают, что основной вклад в развитие эндотелиальной дисфункции при изолированной фибрилляции предсердий является ослабление дистального кровотока и неритмичное воздействие на эндотелиоциты пульсовой волны. И под действием чего происходит нарушение процессов тромборезистентности эндотелия и, в общем-то, по классической теории Вирхова, может образовываться стаз, замедление кровотока и локальное тромбообразование. Удовлетворены. Да. Спасибо. Спасибо большое. Достаточно. Эдит, еще раз вопрос. Да, пожалуйста. Представьтесь. Отделение отлик, я с вами Георгиевна. У меня такой вопрос. А вот при изучении эндотелиальной функции, почему вы использовали компрессию плечевой артерии с последующей оценкой посткомпрессионного кровотока на целом валика, а не непосредственно в самой плечевой артерии? Как это предусматривается стандартной пробовой Целлер-Майер? Спасибо. Да, действительно, в классическом исполнении проба Целлер-Майер предполагает оценку кровотока в посткомпрессионном периоде именно на уровне плечевой артерии, также с оценкой диаметра этой артерии. Но мы считаем, что это не совсем корректно по отношению к сосудам микроциркуляторного русла, поскольку именно тканевая артериальная сеть мозга, она все-таки ближе именно к сосудам микроциркуляторного русла. И технология высокочастотной утрозвуковой докторографии, которую мы применили в нашей работе, она помогает как раз оценить состояние эндотелия в сосудах ногтевого валика, что считается отражает системный уровень микроциркуляции. Вы удовлетворены? Да. Спасибо. Правильно, спасибо. Присаживайтесь. Слово предоставляется одному из научных руководителей, доктору медицинских наук, профессору Ольге Ленина Байкерина. Уважаемая Амиран Шатавич, член ученого совета, коллеги. Я на самом деле хотела бы сказать, что Варвара Юрьевна провела очень серьезную работу. И надо сказать, что она осуществила ее практически всю самостоятельно. При том, что она пришла в наше отделение достаточно молодым специалистом, она проявила большой, скажем, интерес к проблеме диагностики различных заболеваний, в том числе фибрилляции предсердий. И вот тема, которую она изучила, она оказалась для нас очень интересной и, я думаю, перспективной. Поэтому Варвара Юрьевна уже достаточно хороший, сформировавшийся ученый. И я думаю, что в последующем она будет двигаться дальше и сделает еще немало открытий. Спасибо, спасибо, значительно. Решение предоставить слово Динарю Шавкатова для оглашения поступивших письменных отзывов в совет на диссертацию Таскин и Варвара Юрьевна. В диссертации имеется заключение организации, в которой выполнена работа, то есть это заключение нашего центра, в котором подчеркивается, что проблема актуальна. Отмечается связь с темой диссертации сплавно-оследских работ, входит в рамки целевой комплексной программы «Интерактивный подход в рациональное сочетание традиционной сердечно-сосудистой хирургии на межтехнологии диагностики и лечения патологии сердца-сосудов, в том числе в сочетании жизнеугрожающих заболеваний других органов и систем, которые выполняются в этом отделении. Отмечается конкретное личное участие. Автор-автор принимал непосредственное участие в обследовании всех взятых под наблюдение больных с применением как стандартного набора диагностических процедур, так и специализированных звуковых методов, обеспечивающих оценку дистального кровотока на регионарном и тканевом уровнях, а также использованных для уточнения состояния воздействительных функций эндотеля в терминальном звене сосудистой сети. Полученные результаты диссертации сопоставила с данными, опубликованными в литературе, сформулировала обобщающие выводы и сделала конкретные практические рекомендации. Все научные положения обоснованы и достоверны. Представлен акт проверки первичной документации, который подтверждает полный соответствий приведенной диссертации фактических материалов, протоколом исследований, записей операционных журналов, хранящихся. В архиве нашего центра также отмечается новизна полученных результатов, что впервые в мировой технической практике изучено влияние диапатической фибрилляции при цельной гемодинамику и базорегулирующую функцию эндотелия с использованием инновационной технологии высокочастотной ультразвуковой топулярографии. Впервые также у больных с диапатической фибрилляцией проведена сравнительная оценка зависит показатель регионального и местного кровотока от варианта используемого хирургического лечения от особенностей клинического статуса. Даны также сведения о внедрении результатов. Они внедрены в клиническую практику отделения хирургического лечения интерактивной патологии. Рекомендуется их внедрить в клиническую практику кардиохирургических и кардиологических стационаров, занимающихся аналогичной патологией. Также дается заключение, что пять статей в рецидируемых новостных журналах полно отражают содержание диссертации. В заключении было принято на заседание объединенной новостной конференции отделения хирургического лечения интерактивной патологии, лаборатория экстрофизиологии исследований и рентгенно-хирургии с методом лечения аритмий, лаборатория интероперационной диагностики лечения аритмий. Нашего центра присутствовало 35 человек. Все за. Апробация была проведена под председательством профессора Ивана Вячеславовича Ключникова. Рекомендует защите на нашем совете. Кроме того, поступил отзыв ведущей организации. В качестве ведущей выступал научно-исследовательский институт клинической радиологии имени Мясникова Российского радиологического производственного комплекса. Отзыв был обсужден на совместной научно-конференции сотрудников отдела клинической электрофизиологии и рентгенно-хирургических методов лечения нарушения ритма сердца этого института и подписан руководителем отдела клинической электрофизиологии и рентгенно-хирургических методов лечения нарушения ритма сердца и клинической кардиологии имени Мясникова доктором медицинской наук профессором Голицыным. Отзыв положительный. Замечания не содержат. Положительно оценивается актуальность. Также связь с научным планом в соответствующих отраслях науки народного хозяйства, то бишь в кардиологии и кардиохирургии. Отмечена новизна исследования. Научно-практическая значимость работы. Даны рекомендации по дальнейшему использованию результатов диссертационной работы на практике. Материалы могут использоваться в практической работе кардиохирургами и кардиологами, а также могут быть включены в лекционные курсы усовершенствования врачей. Дана характеристика по главам. Положительная, без замечаний. И заключает, что диссертация является научно-практической лекционной работой, которая содержит новое решение актуальной научной задачи, совершенствование алгоритма диагностики лечения диапатической фибрилляции претердий на основе оценки влияния данной аритмии, вариантов ее хирургического лечения на состояние мозгового кровотока, системной микроциркуляции и вазорегулирующей функции эндотелия, что имеет существенное значение для кардиологии. Диссертация в соответствии с всем положением о присуждении ученых степеней Высшей Ассоциальной комиссии, предъявляющей диссертацией на ученые степени кандидатов медицинских наук, автор достойна присуждения искомой степени. Кроме того, поступил отзыв на автореферат. От Елисеева Людмилы Николаевны, она доктор медицинских наук, заведующая кадром факультетской терапии Кубанского государства медицинского университета из Краснодара. Отзыв подробно и положительно и без замечаний характеризует работу. Рекомендует положительное решение по защите. Еще один отзыв поступил. Также подробно и положительно и без замечаний характеризующих автореферат от Миролюбова Леонида Михайловича, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедры детской хирургии Казанской государственного медицинского университета. Также не задержит замечания, рекомендует положительное решение по защите. Все? Ну так как нет вопросов, принципиальных и непринципиальных замечаний, то мы переходим к обсуждению. Предоставляется слово первому официальному оппоненту, Палеева Филиппу Николаевичу, доктор медицинских наук, профессор, директору Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского. Пожалуйста. Букважаемый Амиран Сашатайович, глубоко уважаемые члены диссертационного совета. Мы с вами столкнулись, ну вот тема исследования достаточно актуальна, это фибрилляция предсердий и количество пациентов, которые госпитализируются с фибрилляцией предсердия, это треть пациентов, госпитализирующихся по поводу нарушения ритма. И безусловно, фибрилляция предсердия приводит к серьезным социальным проблемам и проблем со здоровьем. В основном связаны с осложнениями в виде ишемических инсультов и нарушения мозгового кровообращения. Мы уже привыкли и, в принципе, все понимаем, что основной механизм является тромбоэмболический, особенно в период существования фибрилляции предсердия. Но в то же время не так хорошо и не так глубоко изучены альтернативные причины, в частности, нарушения микроциркуляции и нарушения вазы реактивности сосудов у этих больных. Анализ показывает, что, в принципе, нарушения мозгового кровообращения могут происходить, соответственно, и без формирования тромбоэмболии, а, соответственно, из-за тромбообразования в микроциркуляторном русле. Причем достаточно важен, видим, этот механизм уже в период, когда восстанавливается синусовый ритм после оперативного лечения и, возможно, здесь он может быть даже достаточно приобретать ведущее значение. Поэтому работа, которая была проделана Варварой Юрьевной, она в этом плане очень актуальна и интересна. В плане изучения вот этого альтернативного механизма развития нарушений мозгового кровообращения у пациентов с вибрилляцией предсердий. Что нового и новизна исследования? Данная диссерпционная работа является первым исследованием в нашей стране и в мире, в котором было изучено влияние именно идиопатической формы, а в работу были включены больные, которые были фактически очищены от других влияющих факторов, таких как сердечно-сосудистые сопутствующие заболевания. Здесь был четко отбор проведен именно идиопатической формы фибрилляции предсердий. Таким образом, впервые было изучено влияние фибрилляции предсердия на гемодинамику в терминальном звене сосудистой сети и вазорегулирующую функцию эндотелия с использованием современной технологии высокочастотной ультразвуковой доплерографии. В рамках выполненной работы у больных с идиопатической фибрилляцией предсердия была также впервые проведена сравнительная оценка зависимости показателей регионального и местного кровотока от варианта, используемого хирургического лечения и от особенностей клинического статуса, определяемых характером сердечного ритма перед операцией. Возрастным фактором и длительностью заболевания. Диссертантка показала, что тахисистолическая форма фибрилляции предсердия в основном оказывает наиболее выраженное влияние на состояние функции эндотелия. Кроме этого, основное влияние оказывает возраст больше пяти лет и период персистирования фибрилляции предсердия более пяти лет. Что касается содержания работы, работа представлена в традиционном виде, главы введения, обзор литературы, в котором очень четко и подробно описываются характеристики фибрилляции предсердий, причины, механизмы влияния фибрилляции предсердия на эндотелиальную дисфункцию. Также отмечено, что изучение именно механизмы влияния фибрилляции предсердия на эндотелиальную дисфункцию недостаточно активно освещены в литературе. Глава 2 «Материалы и методы» также хорошо и четко прописаны, понятно, как, какими методиками пользовался диссертант, и их можно с легкостью повторить. Третья глава посвящена клинической характеристике больных с фибрилляцией предсердия. Здесь диссертантка включила в обследование 102 пациента с идиопатической формой фибрилляции предсердия. Описаны исходные состояния больных и состояние микроциркуляции. Как раз показано, что у пациентов с пароксизмальной формой или с синусовым ритмом, восстановленным на фоне антиаритмической терапии, фактически не выявлено каких-либо изменений в эндотелиальной функции. У пациентов с пароксизмальной формой это изменение достаточно умеренно, и у пациентов с тахисистолической формой, персистирующей фибрилляцией предсердия, выявлено наиболее значимое изменение в расстройстве функции эндотели. Четвертая глава посвящена изучению оценки состояния церебрального кровотока, системной микроциркуляции и инозависимой ауторегуляции тканевого кровотока при диапатической форме фибрилляции предсердия. Пятая глава посвящена как раз уже оценке послеоперационных результатов. Здесь группа сокращается до 87 пациентов в связи с тем, что были убраны из исследования пациенты, у которых не удалось восстановить ритм, и оставлены только те, у которых был восстановлен синусовый ритм. И вот здесь интересные факты наблюдаются, что у большинства пациентов, конечно, после восстановления синусового ритма отмечено восстановление нормальной функции эндотелия и нормальной параметры микроциркуляции на 25% пациентов, ну, 24% пациентов, у которых, несмотря на восстановление синусового ритма, отмечались сохраняющиеся выраженные расстройства микроциркуляции. Вот эта группа, в принципе, вот эта группа, она очень интересна для дальнейшего клинического изучения, на мой взгляд, потому что, фактически, это дает нам дополнительный механизм для формирования группы риска пациентов, которые требуют более тщательного внимания со стороны врачей и, возможно, более пролонгированного назначения антикоагулянтной терапии и цитопротекторов. Мы всегда с вами, ну, тут постоянно дискутируют и хирурги, и врачи, и кардиологи по поводу продолжения антикоагулянтной терапии у пациентов после восстановления синусового ритма. Мы знаем прекрасно, что, с одной стороны, это необходимо как минимум 6 месяцев, но, с другой стороны, более пролонгированный прием антикоагулянтов повышает риск, соответственно, развития осложнений в виде кровотечений, поэтому вот этот дополнительный фактор, который мы можем с вами использовать для того, чтобы понять, обосновать пролонгацию терапии у этих больных, на мой взгляд, крайне важен именно для практического здравоохранения. Далее идет глава обсуждения результатов, в которых предполученные диссертантом результаты экстраполируются на литературные данные, делают соответствующие выводы и анализ. Выводы и практические рекомендации полностью соответствуют поставленным диссертациям задачам, логически вытекают из проведенного исследования и хорошо обоснованы. Я бы хотел заметить, что по содержанию диссертации, диссертационной работе, конечно, принципиальных замечаний нет, кроме ряда помарок и ошибок, но это несущественно. Есть, конечно, вопросы в плане пожеланий, я бы так сказал, в плане дальнейшего изучения проблемы, потому что явно здесь прослеживается необходимость оценки этих групп риска с учетом состояния эндотелиальной дисфункции после восстановления синусового ритма, отдаленных восстановлений функций эндотелия у этих пациентов микроциркуляции, то есть обратного, так скажем, ремоделирования этого уровня кровеносной системы кровообращения, что требует, безусловно, продолжения начатой работы. В заключение я бы хотел сказать, что диссертация Варвары Юрьевны, Таскиной, выполненная под руководством академика Российской академии наук и Российской академии медицинских наук Ильи Антоновича Бакерия и доктора медицинских наук профессора Ольги Леонидовича Бакерия, является завершенной научно-ковлекционной работой, содержащей новое решение актуальной научной задачи, которая имеет существенное значение для картиологии. Задача — оптимизация подходов к диагностике и лечению гипотической формы фибрилляции предсердий на основе оценки влияния данной патологии и методов ее хирургической коррекции на состояние церебральной гемодинамики, системной меркотеркуляции и фазорегулирующей функции эндотелия. Я считаю, что диссертация Варвары Юрьевны полностью соответствует требованиям пункта 9 положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации номер 842, предъявляемой диссертацией на сыскание ученой степени кандидата в медицинских наук, а, соответственно, Варвара Юрьевна достойна присуждения искомой ученой степени кандидата в медицинских наук по специальности кардиология. Спасибо за внимание. Спасибо, Филипп Николаевич. Варваре вам предоставляется слово для ответа, хотя не было принципиальных замечаний, но были пожелания. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Филипп Николаевич, позвольте поблагодарить вас за тщательную анализную работу и за положительный отзыв. Спасибо. Выдовлетворены, Филипп Николаевич. Второй оппонент, профессор Сулимов Виталий Андреевич, отсутствует по уважительной причине, но у нас есть в диссертационном совете подробный его отзыв. Прошу Дина Шевкатовна ознакомить нас с отзывом. Второй оппонент. Отзыв официального оппонента, Сулимова Виталия Андреевича, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой факультетской терапии номер один лечебного факультета Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Первомосковского саммедицинского университета имени Сеченова. Актуальность темы исследований. Согласно многочисленному наблюдению специалистов-кардиологов, негативная значимость фибрилляции предсердия определяется, прежде всего, повышенным риском ишемического инсульта, который обусловливает в той или иной мере выраженную инвалидизацию пациентов с этой патологией и высокую летальность. Известно, что хирургическое лечение данной аритмии, обеспечивающей успешное восстановление санисового ритма, устраняет типичное для фибрилляции предсердия нарушение сердечной гемодинамики и тем самым нивелирует вероятность церебральных ишемических осложнений кардиоэмболической природы. Очевидно, что получение информации по этому вопросу, а также собраны фактические материалы негативные эффекты собственно самофибрилляции предсердия на микроциркуляцию и энтериальную функцию в микрососудистой сети представляют большой научно-практический интерес, что определяет безусловную актуальность выполнения инсультационной работы. Научная новизна. Впервые в мировой отечественной практике в работе были исследования особенностей дистального кровотока на регионарном и тканевом уровнях и состояние эндотелиальной базы регулирующей функции в терминальном звене сосудистой сети у больных с диапатической фибрилляцией предсердия. Собранный при этом фактический материал позволил углубить существующие представления механизмов их шимических инсультов, провоцированных именно фактором фибрилляции предсердия в его чистом виде. Впервые в нашей стране и в мире у больных с диапатической фибрилляцией проведена сравнительная оценка зависимости показателей регионарного тканевого кровотока и частоты эндотелиальной дисфункции микроциркуляторного русля от варианта, используемого в хирургическом лечении. Обоснованность достанется результатов. В специальной работе приводятся результаты обследования больных с диапатической фибрилляцией перед выполнением хирургического лечения 102 пациентов и в послеоперационном периоде 87 пациентов, а также 48 здоровых индивидуумов, оставившись в контрольную группу. Собранный фактический материал подтвердил ценность метода определения состояния возделения триджи-функции эндотели у больных с фибрилляцией предсердия на основе теста с оценкой тканевого микрокровотока в рамках функциональной мажорочной пробой с компрессией плечевой артерии. Это обусловляет практическую ценность работы. Применение данного метода позволяет выявить пациентам сохраняющихся эндотелианной дисфункции в терминальном звене сосудной сети после хирургического лечения. Дезердация написана на русском языке с из-за этого ведения обзора литературы, материалов и методов клинической характеристикой обследования больных двух глав результатов собственных исследований заключения и выводов практической рекомендации. 140 машинописных страниц, 32 таблицы, 13 рисунков, 229 источников, 100 на русском языке, 129 на английском. В разделе «Введение» обосновывается актуальность исследования, цель и задачи. Во взоре литературы представлены современные сообщения с отечественных и зарубежных специалистами по исследованным проблемам. Глава 2 перечисляет использованные критерии включения в исследование, приводится информация об использованных вариантах оперативного лечения и фабрилляции предсердий, а также дается описание использованных диагностических методов. В 3 главе приводятся результаты рутинного обстоятельства от двух взятых под наблюдение пациентов седиапатической фабрилляцией предсердий с применением стандартных диагностических процедур. В главе 4 представляется первая часть выполненной исследования, приводятся данные, характеризующие особенности дистальному кровотоку на региональном и тканевом уровнях, а также распространяются антеллянные дисфункции в терминальном звене сосудистемы больных седиапатической фабрилляции предсердий в период перед выполнением оперативного лечения. В главе 5 представлены материалы влияния использованных вариантов оперативного устроения фабрилляции предсердий на показатели дистального кровотока и возразделитирующего функцию эндотелия. Полученные результаты позволят установить, что анализирующиеся в работе катетно-радиочастотные облацы усов и легочных вен и крио-модификация операции обеспечить фактически одинаковый позитивный эффект на дистальный кровоток. Обсуждение полученных результатов. Этот материал акцентирует внимание на наиболее важных положениях, сформулированных на основе полученных результатов, позволяет соотнести собственные данные автора с наблюдением других специалистов. Важно отвечать, что при аналитических оценках полученных результатов дает аргументированное заключение, основанное как на адекватном отборе проявленных больных, так и на использовании современных методов. И заключает, председательных замечаний в два данных о работе нет, опубликованных 8 печатных вручных, в том числе 5 статей, которые, как и текст автореферата, полностью отражают ключевое положение диссертации. Таким образом, диссертация является завершенной научно-ководинационной работой, в которой представлены новые решения актуальной научной задачи, имеющие большое значение для кардиологии, оценка влияния фибрилляции предсердия методов и ее хирургических лечений на региональную мозговую гемодинамику, микроцелькуляцию и вазорегулирующую функцию дотеля для оптимизации подхода к диагностике и лечению указанной аритмии. Диссертация соответствует всем положениям ВАГ. Автор заслужит, предложение ученого степени кандидата медицинского по специальности кардиологии. Спасибо. Нет замечаний, принципиальных и непринципиальных, поэтому, я думаю, мы можем перейти к дискуссии. Кто из членов ученого сходя, хотел бы обменяться мнениями по диссертации? Очень интересные. Пожалуйста, профессор Клечников. Благоу, уважаемый, Ибран Шатайч, благоуажаемый член ученого совета, коллеги Варвара Юрьевна. Я повторно знакомлюсь с этой работой и нужно сказать, что после первого знакомства стало ясно, что практически диссертация готова к защите. Были какие-то формальные вещи, которые можно дорабатывать и можно, наверное, не один раз дорабатывать, но так или иначе, с моей точки зрения, она практически в таком же виде и сейчас прозвучала, может быть, с некоторыми уточнениями. Что хотелось бы сказать по сути работы? Несомненно, актуально, интересное, но новое исследование, связанное с тем, что мы понимаем, что фибрилляция предсердий в своих различных вариантах влияет на общее состояние наших пациентов. В частности, это зависит и от наличия аритмии, частоты сердечных сокращений. И мы знаем, что это влияет, в частности, на переносимость физической нагрузки у пациентов, и даже если это нормальная частота сердечных сокращений, и мы более спокойны при нормальной частоте сердечных сокращений и аритмии у пациентов пожилого возраста, а у более молодых пациентов стремимся к тому, чтобы восстановить синусовый ритм и таким образом обеспечить лучшее функциональное состояние пациентов. И, конечно, в этой работе Варвара Юрьевна постаралась представить, видимо, те механизмы нарушения периферического кровообращения, которые потенциально могут приводить к таким вот функциональным нарушениям, которые, собственно говоря, в клинической практике отмечаются, и, в общем, которые мы стремимся каким-то образом использовать и обеспечить хорошее состояние наших пациентов. И второй момент это, конечно, то, что здесь обсуждаются вопросы, связанные не только с влиянием на общее кровообращение, но непосредственно на церебральную гемодинамику и предполагается некий механизм, который дает и осложнения при фибрилляции предсердия, не только связанные с тромбоэмболическими осложнениями, но и за счет того, что имеются нарушения микроциркуляции, нарушения периферического кровообращения у данных пациентов. И это тоже, конечно, несомненно, такое важное и актуальное заключение, очень такой перспективное с точки зрения дальнейшей тактики лечения этих пациентов. Сама работа и предпредставление того материала, который есть, ну, во-первых, да, использованы методы исследования, достаточно новые, достоверные, и именно по отношению к тем пациентам, которых Варвара Юрьевна исследовала, это действительно новое отношение, новое исследование. Насколько мне известно, эти исследования доктор выполнял самостоятельно, получал этот довольно большой материал, значит, и обрабатывал также самостоятельно. Диссертация выглядит очень достоверно, привлекательно, и, значит, здесь нет каких-то замечаний именно с точки зрения того, как проведено исследование, как проведена обработка материалов, вот, и, собственно говоря, это отмечается и в заключении оппонентов, и рецензентов, которые первично были, значит, при апробации диссертации. Я считаю, что это очень интересное, очень полезное исследование, а методологически очень правильно выполненное, можно считать это исследование достоверным, как это было представлено, тоже, в общем-то, соответствует необходимым требованиям, вот, я считаю, что эта работа соответствует уровню, значит, кандидатской диссертации, перспективной, но для дальнейших исследований, поэтому поддерживаю данную работу. Спасибо. Спасибо, Иван Иванович. Аппендикс, который находится в левом предсерде, или в школе в левом предсерде, у нас был один аппендикс, который удаляли, теперь второй появился, да, это не мое выражение, это выражение Джимми Какса, но оно очень не понравилось, кстати. Вот, и вопрос состоит, удалять его, себе не удалять, но это отдельная дискуссия. И тут возникает другой аспект, о котором сейчас много говорят на всех конгрессах. Это проблемы, связанные с, так называемой, деменцией, например, и болезнью Альцгеймера, которая часто возникает у пациентов с эбролиацией предсердия, раньше, чем у обычной популяции. И вот причина, какова же это вопрос? Стали смотреть, если количество тромбоэмболии определяет, не совсем так, вот, да, дисректурная энцефалопатия, вот общий диагноз, который мы ставим. Может, мы начинаем приближаться к тем основным направлениям, которые вы сегодня нам задали. Именно эндотелиальная дисфункция, бы сказал, точнее, микроциркуляция. Спасибо, что вы изучали с помощью отечественной технологии, да, высокочастотного этого датчика утрозвукового, получили очень интересную информацию. Она имеет огромное значение, потому что я вижу перспективу всего этого. Конечно, это и МРТ головного мозга, это и отдаленные результаты, обратного времени доверивания, о чем говорили оппоненты. И я думаю, что здесь много очень перспективы, и это как бы со мной делает проблему фибрилляции более фундаментальной. Именно с этих позиций сегодня подходили, чем вас я хочу поздравить. Так что поддерживаю эту работу и желаю вам дальнейших успехов. Если никто не хочет обменяться мнениями, я предлагаю, Варваре Юрьевне, выступить заключительным словом. Я хотела бы поблагодарить Центр Вицелия Антоновича Бакерия за предоставленную возможность мне работать на данной диссертации и начать ее завершить. А также хочу поблагодарить ученый совет, который принял в мою диссертацию к защите. И, конечно же, безусловно, самое основное благодарность я хочу выразить научным руководителям Виан Антоновича Бакерия и Ольге Леонидовне Бакерия за их поддержку, участие и огромную помощь в написании этой работы, без которой бы, в принципе, эта работа была бы невозможна. И, конечно же, всем своим друзьям и семье большое спасибо. Спасибо. Вопрос передается на тайное голосование, но нам нужно выбрать счетную комиссию сначала. Предлагается следующая кандидатура профессора Муратов Инат Муратович, профессора Сокольская, Надежда Олеговна, академика Олегиана Баграта Гагановича. Кто за состав этой счетной комиссии поднимите руку, член ученого совета? Кто против? Кто воздержался? Комиссия может поступить к своей работе, раздать бюллетени, приступаем к голосованию. Обратите внимание, ящик у нас новый с несколькими степенями защиты. Да, мы можем, да, поговорить о текущих делах. У нас утверждение оппоненту. Прошу вас. А члены ученого совета активно голосуют. Диссертационный совет представляется защита сотрудника отделения неотложной хирургии, приобретен порогом сердца врача-кардиолога Щебуняева Елена Александровна на тему результаты протезирования метрального клапана механическими и биологическими протезами пациентов старше 60 лет по специальностям в кардиологии среди сосудистой хирургии. Выполнена под руководством Муратова Рената Муратовича Бабенко Светланы Ивановны, опробирована 15 мая 2013 года на объединенной конференции соответствующих отделений. Получила положительную оценку. 13 научных работ, из них 4 статьи, 3 ведущих рецидивных журналах определенных ВАГ, экзамены все сданы. В качестве официальных оппонентов рекомендуется Иванов Виктор Алексеевич, доктор медицинской наук, профессор, руководитель отделения хирургии при обидеем порогов сердца Российского научного центра хирургии Академика Петровского по специальности рецидивной сосудистой хирургии и Гилеревский Сергей Руджерович, доктор медицинской наук, профессор кафедры клинической фармакологии и терапии Российской медицинской академии после дипломного образования. В качестве ведущей организации рекомендуется Российский кардиологический научно-производственный комплекс. Есть ли вопросы по данной диссертации по оппонентам ведущей организации? Нет. Пожалуйста, следующий. Следующую диссертацию подал сотрудник отделения тахиоритмии Сирель-Сосуевсовый хирург Мацанашвили Таймурази Рафаэлович. Написано на базе отделения отложек хирургии приобретенных порогов сердца тема «Непосредственные отдаленные результаты использования ортальных холографтов в ортотопической позиции представленной соисковщенной степени кандидата в медицинскую по специальности рейса ССС-хирургии и кардиологии выполнена под руководством Ульяна Антоновича Пакери и Рината Муратовича Муратова опробирован 12 октября 2012 года на объединенной конференции ответственных отделений под председательством профессора Кима рецидентом выступали Рычин и Шамсиев 10 научных работ из них 5 статей в центральной печати все экзамены все сданы в качестве официальных оппонентов рекомендуется Соколов Виктор Викторович доктор медицинской наук профессор научно-исследовательский институт скорой помощи имени Скафасовского руководителя отделения неотложной кардиохирургии вспомогательного коробращения трансплантации сердца это специальность речи сосуд-хирургии и Гердлин Геннадий Ефимович доктор медицинской наук профессор нему имени Пирогова профессор кафедры госпитальной терапии номер 2 лечебного факультета по кардиологии в качестве ведущего учреждения рекомендуется Федеральное государственное бюджетное учреждение Федерального центра космонологии искусственных органов имени Академика Шумакова он защищается по двум специальности речи сосуд-хирургии и кардиологии хорошо вопросы есть о чем я советую нет следующую диссертацию представил Махмуд Хаджаев Оскар Саид Камилович на тему особенности центральной гемодинамики и тактики интенсивной терапии в раннем послеобиационном периоде после операции Фонтена представлена по специальности анастезиологии и рематологии выполнена под руководством Лео Антоновича Бакери и Лобачева Галина Васильевна опроверген 1 февраля 2012 года на объединенной конференции с соответствующим под председателем Юрустовского официально выступали Диаса Мидзе и Рыбка по теме диссертации опубликовано 8 научных работ 3 статьи в центральной печати все экзамены сданы на отлично в качестве официальных абонентов рекомендуется Ликманов Александр Устинович доктор медицинских наук профессор главный уже сотрудник отдела детской хирургии обособленного наушно-подразделения клинического института педиатрии при Московском медицинском университете имени Пирогова заведующий отделения реанимации интенсивной терапии Российского научного центра хирургии имени Академика Петровского. И Еременко Александр Анатольевич, доктор медицинской снов, профессор заведующий отделения реанимации интенсивной терапии Российского научного центра хирургии Академика Петровского. Так, это не пойдет. Два с одного института. А диссертант здесь? Так, снимаем этот вопрос пока. А Галина Васильевна? Здесь Галина Васильевна была, здесь. Да, я думаю, надо заменить обязательно в любую ситуацию, переносить на следующее заседание. Еще одна работа по данной защите Арслан Бегов Сеременас Махмудовны. Аспиранты отделения инвазивной аритмологии, хирургического лечения, комбинированной патологии, фармакогенетический аспект антикоагулянтной терапии варфарином. У пациента после протезированного клапана в сердце в условиях полифармакотерапии поданность исключенную степень кандидата медицинских наук по специальности кардиологии, фармакологии, клинической фармакологии. То есть вводится в наш совет специалисты по специальности фармакологии, клинической фармакологии. Разовый совет. Выполнен под руководством Елены Зеликовны Голуховой и профессора Сычева. Апробировано 26 февраля этого года на расширенном научном заседании отделения инвазивной аритмологии, хирургического лечения, комбинированной патологии, отделения реконструктивной хирургии клапанов сердца и коронархотерий, отделения кардиологии приобретенного порока в сердце совместно с кафедрой клинической фармакологии и терапии. Учреждение дополняет профессиональное образование Российской медицинской академии после дипломного образования. Апробация прошла под председательством профессора Ключника. Официально в президенте выступали профессор Синицына и кандидат медицинского нового Бабенко. 14 научных работ, 5 статей центральной печати, экзамены все сданы. Для проведения разовой защиты по специальности фармакологии, клинической фармакологии, дирекционного совета введены следующие члены дирекционного совета. При первом медицинском институте доктор медицинской наук, профессор кафедра фармакологии Чеченков Олег Николаевич, специально фармакология, клиническая фармакология. Дальше доктор медицинской наук, профессор кафедра клинической фармакологии про педевтические внутренние болезни Стародубцев Алексей Константинович, та же специальность. И доктор медицинской наук, профессор кафедра клинической фармакологии Леонова Марина Васильевна, также по специальности фармакологии, клиническая фармакология. В качестве официальных оппонентов рекомендуется доктор медицинский профессор кафедры терапии и кардиологии, функциональный диагноз с курсом нефрологии, учебный медицинский центр управления делами президента Российской Федерации Затейщикова Дмитрий Александрович по специальности кардиологии и профессор кафедры клинической форматологии и пропедетики внутренних болезней 1-го Московского института Журавлёва Марина Владимировна по специальности фармакологии и клинической форматологии. В качестве ведущего учения рекомендуется Московский государственный медицинский университет имени Евдокимова. Замечаний вопросов нет? Принимается? Принимается. Все, да? По текущим делам все вопросы. Слово предоставляется председателю счетной комиссии для оглашения результатов тайного голосования. Глубоко уважаемый Амиран Шатаевич, членов ученого совета. Состав на заседании присутствовало 16 членов совета из 23. Роздано бюллетеней 16, осталось нероздано бюллетеней 7, в урне бюллетеней 16. По результатам голосования, по вопросу присуждения ученой степени кандидата медицинских наук Таскиной Варваре Юрьевне, за 16, против, нет. Недействительных бюллетеней также нет. Спасибо, уважаемые члены ученого совета. Нам нужно утвердить протокол счетной комиссии. Кто за, прошу поднять руки. Кто против, воздержался, нет. Так, пожалуйста, наш проект заключения по диссертации. После рассмотрения всех документов, визитительный совет отмечает, что на основании выполненных соискательных исследований разработан способ оценки состояния вазодилитирующей функции эндотели в терминальном звене сосуде сети и получены результаты, характеризующие влияние на тканевой микрокровоток, фибрилляцию предсердия и ее коррекции с использованием терминационных и хирургических метров лечения. Предложены пути усовершенствования трезвуковой диагностики интернет-дефункции, оперированные по поводу фибрилляции предсердия больных. Доказана состоятельность концепции о целесообразности изучения гемодинамических показателей на микроциркуляторном уровне после интервенционного хирургического лечения и фибрилляции предсердий. Продемонстрированы возможности успешно использования разработанного метода. Теоретическое значение работы обосновано тем, что доказано положение высокой распространенности эндотели в терминальном звене с функцией у больных среди диапатической фибрилляции предсердия и возможности ее сохранения в послеоперационном периоде участия больных с восстановленным правильным ритмом. Применена проблематика дезертации, результативно использован комплекс существующих диагностических методов исследования микроциркуляции, основанного на дополиографической оценке генетического микрокровотока. Изложены основные положения выполненных к настоящему времени исследований, посвященных оценке микроциркуляции, эндотелианной дисфункции пациентов с рельсозуезоболеваниями. Раскрыты отрицательно положительные стороны, выделены наиболее насущные проблемы, требующие свое разрешение. Значение полученных соискательных результатов подтверждается тем, что разработаны и внедрены в отделение хирургии с лечением интерактивной патологии подходы к выявлению среди пациентов, оперируемых по поводу фибрилляции предсердия, или с повышенным риском церебровоскулярных осложнений. Определена целесообразность уточнения состояния НО, зависимого вазодиалистической функции эндотелия в терминальном звене сосудистой сети, у всех больных оперируемых по поводу фибрилляции предсердия. Создана система практических рекомендаций для своевременного выявления пациентов с повышенным риском. Оценка и достоверность результатов исследований выявила. Теоретические положения, изложенные в диссертации, согласуются с полученным результатом, представляющим данные распространённости эндотелийный дисфункт среди больных оперируемых по поводу фибрилляции предсердий. Личным вкладом состоит в сборе анализа данных, полученных и при введении взятых под наблюдение пациентов, обработки материалов, применения стихметов исследований и анализа литературных данных. В результате диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет самую научно-коллекционную работу, которая соответствует критериям, установив положение порядка присуждения учёных степеней, утверждён постановлено правительство Российской Федерации номер 842 и приняло решение присудить Таскина Варваре Юрьевне учёную степень кандидата медицинских наук. Уважаемый член учёного совета, нам нужно проголосовать это заключение. Кто за? Против? Державься. Уважаемая Варвара Юрьевна, разрешите вас поздравить с успешной защитой кандидатской диссертации, пожелать вам успехов в личной жизни и, конечно, продолжить ваше исследование, которое я называл фундаментальным. Поздравляю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ